Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. Представляю вашему вниманию очередной обзор по техническому анализу отдельных валютных пар и инструментов. Сегодня четверг, 13 августа. Рассматриваем валютные пары австралийский доллар и новозеландский доллар, которые пошли в рамках прогноза и начали снижаться и еще имеют потенциал для продолжения. Итак, австралийский доллар начал снижение, но ожидаемый сценарий пока в полной мере не отработал. Пара вышла за пределы сопротивления на 0.7205, затем попыталась закрепиться выше разворотного уровня на 0.7226, однако после этого сразу же начала снижаться, опустившись к отметке на 0.7110, после чего начала умеренно восстанавливаться. Тем не менее, первый целевой уровень на 0.7081 достигнут не был. Сценарий на снижение все же пока сохраняет свою актуальность. Пара продолжает торговаться в рамках бокового диапазона, внутри расширяющейся формации. Основной сценарий на снижение остается в силе и выход из образованного диапазона все же ожидается вниз. По актуальному графику на данный момент умеренный рост может продолжиться, однако потенциалы у него ограничены. Вероятно, на уровне 0.7205 цена может встретить сопротивление в случае попытки восстановления. В этом случае последующий отбой от него нацелит котировки к прежним целям в районе 0.7081, что является нижней границей диапазона, а при его преодолении потенциал снижения возможен до отметки 0.7020. Отмена текущего сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня на 0.7226. Ну и вот новозеландский доллар снизился в соответствии с ожиданиями и отработал первую цель на уровне 0.6564. Перед этим пара попыталась вырасти, однако встретила сопротивление на 0.6667, как и ожидалось. Уровень сдержал попытку развить восходящее движение. После безуспешной попытки закрепиться выше уровня цена начала снижаться и достигла таким образом целевого уровня. Достижение второго целевого уровня на 0.6512 не состоялось, хотя котировки остановились лишь в нескольких пунктах от него. Сейчас пара делает попытку восстановиться. Тем не менее, рост сейчас оценивается как коррекционный, по окончании которого снижение еще имеет потенциал для продолжения. Судя по актуальному графику, на текущий момент основное сопротивление ожидается на уровне 0.6592. Вероятно, состоится ретест с выходом в диапазон между 0.6592 и 0.6628. Сигнал на продолжение снижения состоится при возвращении цены ниже сопротивления на 0.6592. В этом случае котировки нацелятся к новым локальным минимумам с первой целью в районе 0.6487 и потенциальным продолжением до отметки 0.6435. Отмена текущего сценария состоится при росте и закреплении выше разворотного уровня на 0.6628. И на сегодня у меня все, с вами был Арман Бесимбаев и это был мой обзор по техническому анализу от компании Тикмил. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результата, поэтому соблюдайте риски, всем профитной недели и до встречи в следующем выпуске.